На строительном часе, ставшем уже традиционным, рассмотрели в первую очередь некоторые проблемные объекты, как в муниципальных районах региона, так и в областном центре. Прежде всего пытались разобраться в ситуации со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Кузоватого. Дата сдачи объекта сдвигается не первый год. В последний раз планировалось его ввести в эксплуатацию в 2019 году. На дворе 2021 год, но ФОК по-прежнему не готов. Региональным бюджетом принято решение о выделении частичных ассигнований из областного бюджета на покрытие затрат по строительству ФОК. По факту это обязательство муниципального образования, а не областного бюджета. То есть мы уже в цели завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию его подключили средства бюджета на добровольной нашей основе, не в соответствии с какими-либо соглашениями. Как уверяет застройщик объекта, руководитель крупной строительной компании Никита Пенкин, работы в ФОКе ведутся. Глава региона категорично заявил, что так не годится, указав истинную причину недостроя. Перекладывание из одного кармана в другой. Я понимаю, что руководителю какого-то холдинга часто бывает удобно таким образом свои финансовые потоки планировать. Но это приводит к таким вот необратимым последствиям. Глава региона дал задание к следующему строительству окончательно разобраться с финансовой ситуацией на этом объекте и в конце концов достроить ФОК. По словам министра просвещения и воспитания Натальи Семеновой, которая участвовала в совещании 1 сентября, откроет двери новая начальная школа лицея в Теренгульском районе. Не так давно ее посетил временно исполняющий обязанности губернатора и остался довольна образовательным учреждением. Но есть и минус. Не продумана спортивная площадка. Именно на ней заострили внимание на строительном часе. На проекте, который был взят из реестр экономически эффективных, мы было запроектировано спортивное ядро. И по вашему поручению на прошлом строительном часе мы включили этот объект в реестр ожидаемых дополнительных средств. То есть вот у нас реестр в Теренгульский район. 2,5 миллиона мы заложили. Как объяснила министр просвещения, юные лицеисты в сентябре смогут пользоваться спортивными объектами, которые находятся в шаговой доступности при основной школе лицея. К завершающему этапу работ перешли еще на одном объекте – детской поликлинике номер 5, что на площади Горького, 11А. Историческое здание полностью обновлено внутри и снаружи. Заменены инженерные сети и коммуникации. Перед совещанием руководитель области осмотрел медучреждение и остался доволен увиденным. Также глава региона побывал еще на одной строительной площадке – строительстве малой чаши бассейна «Торпеда». Здесь будут учить плавать детей. Застройщики продумали и прилегающую территорию. Подъездные пути к бассейну и пешеходные зоны максимально безопасны. В скором времени объект будет сдан в эксплуатацию. Следующий строительный час пройдет 13 июля. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ.